К другим темам. Жители домов номер 30 и 32 на улице Попова очень обрадовались, когда напротив их домов убрали торговые киоски. Но вот незадача. Спустя время их снова стали устанавливать на прежнем месте. Наша съемочная группа выехала по указанному адресу. Улица Попова не только шумная, но и тесная. Недавно здесь навели определенный порядок. Придали снос на вид рынку. И когда торговые киоски в один день с дороги убрали, жители облегченно вздохнули. Решили, что на этом месте снова посадят деревья. Но не тут-то было. Все вернулось на круги своя. Кура-гриль стоит уже. Ее ремонтируют, значит, открывать будут. А эту палатку вот ждем, пока еще поставят вновь. Мы, конечно, мы здесь поднимаем, как говорится, скандал, воюем. Места мы сюда не дадим, мы им ставить эту палатку. Жители улицы не первый год борются за то, чтобы рядом с их домами не находились торговые точки, которые и без того ухудшают их проживание. Они обращались с письмами в администрацию района, административно-техническую инспекцию, своему депутату. Но представители бизнеса тоже не сдают позиций. Буквально во вторник нам хотели опять поставить здесь палатку убранную. Вот видите, все тут прокопали, хотели все тут опять установить, в общем, мы их прогнали. У нас тут грязь постоянно, все заливает, когда идут дожди. Это вот в этом году нет дождей, как говорит слава богу. А так вот лазим через заборы. Только вот вопрос, насколько хватит у людей сил противостоять предприимчивым торговцам? И что еще нужно сделать для того, чтобы чиновники их услышали и помогли навести порядок на улице, которая и сама стала частью рынка? Валентина Верченко, Дмитрий Циркунов, Константин Голощапов, Люберецкое районное телевидение.